Привет, вы смотрите Тойстер! Я думаю, многие из вас долго ждали этот ролик. Ну, так уж получилось, что ролики выходят всего по одному в день и по будням, поэтому быстро прям что-то показать я не могу. Но время пришло, и мы достаем трансформеров. Ранее мы уже посмотрели вот такого Оптимуса Прайма первого поколения. Это автобот, это, пожалуй, одна из лучших фигурок. Ну, как мне кажется, вот из этой волны фигурок. Но я захотел взять себе еще какого-нибудь Десептикона. Я пошел в детский мир, поискал и нашел там Эпфейса. Ну, я думаю, найдутся фанаты этого трансформера, этого Десептикона найдутся, те, кому он очень не нравится, но отрицать того, что это довольно интересная фигурка, нельзя. У нее есть как свои плюсы, так и свои минусы. Сразу к таким вот визуальным плюсам, которые можно назвать, не распаковывая, не открывая коробку, я могу его трехфазность. То есть у него есть фаза робота, фаза самолета и фаза обезьяны. Именно поэтому он и называется Эйпфейс, то есть обезьяна мордой. К минусам же я сразу могу отнести то, что у него вот этот белый цвет молочный, он кажется максимально дешевым. Посмотрите, вот это реально смотрится плохо. Почему было не сделать нормальный благородный белый, как у того же самого Оптимуса Прайма на грудной пластине? Посмотрите, вот этот белый смотрится нормально, когда как этот полупрозрачный, какой-то такой странный цвет смотрится более дешево. Ну ладно, речь не об этом, речь все же об этом трансформере именно, а не о его цветах, поэтому мы сейчас его будем распаковывать. Но перед этим еще парочка слов о коробке. Мне очень нравится, как эти коробки составляются между собой. Это просто шикарно. Я хочу много таких коробок, чтобы составить целую полку из них. Ладно, Оптимус, иди погуляй в сторонку, пока мы будем открывать и смотреть AppFace. Аккуратненько постараюсь опять его открыть, чтобы коробку можно было сохранить, потом как дисплей ее использовать. Так что сейчас я думаю, аккуратненько подрежу скотчик и оторву кусок коробки сразу, блин. Так, нужно сделать это за кадром. Готово, открыл. Как вы понимаете, надеюсь, это тоже фирменный трансформер, как и Оптимус Прайм. И покупал я его не то, чтобы шибко дешево, по скидке он стоит 1790, ну, короче, 1800 рублей. Без скидки он стоит вообще прилично 2500. О, он тяжеленный. И у него чертовски крутая покраска на ногах. Вот это я понимаю, вот это очень здорово выглядит. Вот эта покраска таких царапин, потертостей, она выглядит очень хорошо. Плюс у него есть оружие какое-то и вот такой бластер. Это, по-моему, у него какая-то то ли импульсная, то ли звуковая пушка. Я не помню, я читал достаточно небольшой такой, но подробный материал о нем. Там много-много чего о нем говорилось. И о его характере, то, что он грубый, что он постоянно хамит, всем отталкивает. Что он неплох в бою. Что он как бы этим компенсирует то, как он себя ведет с командой. И что он вообще неплохой командный игрок. Так что, да. Вот такой вот персонаж. Ну, первое, что хочу сказать, что реально эта штука смотрится и ощущается чуточку дешевле по качеству пластика, чем Optimus. Вот серьезно, у него что-то было такое, что делало его прям премиальным. То есть за свои смешные деньги он казался как будто, не знаю, раз в 10 дороже. С этим, с AppFace'ом такого, конечно, нет. Сейчас я все достану, оставшиеся. С AppFace'ом такого нет, и он действительно ощущается примерно на свою стоимость. Кстати, что, серьезно что ли? Вот эта штука, вот этот модуль, он покрашенный. То есть это деталь темно-синего цвета, которую покрасили снаружи. Почему? Почему было не отлить ее просто из такого же пластика? Зачем? Зачем нужно было ее красить? Вы чё? Вы чё? Ладно, смотрим. Ну, вообще фигурка сама по себе прочная, то есть суставы хорошо держат, все дела. Но, как вы понимаете, конечно, внешний вид не вывозит. Не вывозит, да, из-за белого цвета. Сразу ставим в какую-нибудь позу его. Так, оп, оп, руки так подсогнем, в руки дадим пуху. И чё там еще ему в руки можно дать? А, вот эта штука крепится ему на плечо, например, вот... Так, как она крепится? Вот сюда, что ли? А, нет, подождите, вот так. Ведь так, да? По идее, вот так она крепится. И вот он так выглядит в виде робота. Разумеется, подвижности у него очень много, и с подвижностью все очень хорошо. Блин, я даже не знаю. Он, с одной стороны, вроде классно смотрится, с другой нет. Но прикол в том, что на коробке у него не такой белый цвет. Видите, он здесь такой вот серовато-беловатый. И за счет этого здесь он смотрится гораздо выигрышнее, чем в жизни. Может быть, у меня еще освещение здесь неудачное? Ну, фиг знает. Чё мы по подвижности имеем? Ноги движутся вперед. Только хотел сказать, говорю, что-то плоховато в бок отклоняются. Они полностью практически, то есть угол 90 градусов. Нога крутится вот здесь. Кстати, она съемная почему-то. Она в колене сгибается. Можно согнуть ногу назад. Достаточно сильно. Можно согнуть ногу вперед. Точнее, разогнуть. Стопа по классике отклоняется вот так. Смотрится это не очень хорошо, но в плане подвижности это достаточно выгодно. Плюс это нужно для трансформации. Руки в плечах. Сейчас я эту штуку сниму, чтобы не мешалось. Руки в плечах крутятся, поднимаются, опускаются. Вот такое ограничение. Локоть. Ух ты, локоть двойной, причем какой-то необычный. И, конечно же, запястье. Ага, только складывается. Запястье не крутится, только складывается. Голова на шарнире. Может немножечко даже наклоняться вперед-назад. Ну и сзади всякие элементы. Это уже дополнительно. Это мы все потом посмотрим, как его будем превращать. А, еще крылышки. Крылышки тоже. Эм, почему? Почему это крыло? А, вот все, оно просто зацепилось. Крылышки тоже двигаются. Кабина, ух ты, кабина прикольная. Кабина мне нравится очень. У этого робота. Слушайте, она офигенная. Она офигенная, эта кабина. Я, блин, хочу такую штуку из лего собрать даже. Окей, это что касалось внешнего вида робота. По покраске, по исполнению, по отливке, по детализации. Это очень хорошая фигурка. Не менее крутая, чем Оптимус. Но по внешнему виду, вот именно в плане пластика и на ощупь, это как-то чуточку проигрышнее смотрится. Но, возможно, это только мое восприятие. Далее нам нужно превратить его в обезьяну. Во вторую его форму. В обезьяну, в боевую форму. В которой он просто-таки чертовски мощный. Как описывает его описание. Так, значит, с этой стороны у меня трансформация обезьяны. С этой стороны трансформация из обезьяны в самолет. Окей, сейчас я его превращу в обезьяну и, конечно же, покажу вам. Ох-ох-ох, до чего же этот чувак геморрный. Чтобы превратить его в обезьяну, мне реально пришлось попотеть в прямом смысле. Может, конечно, я еще не привычный к этому делу, как трансформация трансформеров. Но тот же самый Оптимус Прайм, которую я, по сути, собирал первый раз вообще в жизни. Ну, серьезного трансформера. Мне дался куда проще. Но, но, по итогу мы получаем действительно очень жуткую, такую свирепую обезьяну. Которая смотрится, ну, по-настоящему прикольно. Рожа, конечно, странная, но крутая. Мне нравится. Кстати, вот это вот, вот этот визор, это не что иное, как вставленная голова. То есть, она снимается и вставляется вот сюда. Честно говоря, то, что нужно отсоединять голову, мне не очень понравилось. Но результат того стоит. То есть, вот такая боевая обезьяна довольно интересно смотрится. Ну да, понятное дело, у этой обезьяны до сих пор еще на спине огромные обломки самолета. Но, тем не менее, смотрится это классно. Конечно, не настолько классно, чтобы можно было в таком виде оставлять его на полке. Поставлю я его в виде робота, причем в коробочке. Но, тем не менее, это весьма интересно. Ну, и из этой боевой обезьянищи... Кстати, да, у нее из вооружения, у этой обезьяны, есть пушка на спине вот такая. Очень грозно выглядит. И, конечно же, есть боевые лапы в виде вот таких крючков. Единственное, что странно с лапами связано, это вот эти вот блоки. Хотя, учитывая, что это трансформер, то есть робот, вполне возможно, что это у него какие-нибудь там важные элементы, которые обязательно должны быть именно здесь. Так что, не буду докапываться. Что ж, теперь из этого дела мне нужно сделать самолет и также вам продемонстрировать, на что же он будет похож. И я вот смотрю на то, как это дело собирается и чувствую, что опять мне придется страдать. А еще с ним микромастер совместим. То есть, смотрите-ка, есть специальная серия микромастеры, называется она. И там есть всякие маленькие постройки, которые превращаются в головы, в пилотов и в прочее. И они соединяются с этими ребятами. К сожалению, микромастера у меня нет. По крайней мере, того, который нужен здесь. Но, если вам интересно, если вы проявите активность, лайки, комментарии и все такое, вы прекрасно знаете, то я куплю и микромастеров, и мы обязательно их попробуем совместить. Ну а пока же я трансформирую этого парня в самолет. Вот сейчас у меня произошел разрыв шаблона. Потому что все это время, оказывается, его голова была маленьким трансформером. Я сейчас просто офигел. Смотрите-ка, вот это вот такой парень. И это его голова. То есть, вот смотрите, вот так она изначально была сложена. Вот так. И вот так. Типа оп, оп, голова, да. А вы потом делаете так. Так. Оп. Руки раз. Руки два. И этот трансформер маленький получается с каким-то панцирем, но не важно. Это трансформер. И знаете, куда он садится? Вот сюда. В кабину. Сзади есть кабина, которая вот так вот открывается. Вот это стекло. И вы можете посадить сюда этого маленького трансформера. Закрыть его. Ну, вроде как закрыть. Давай, закрывайся. Хм. Что-то он закрываться только у меня не хочет. Но я его немножечко, может, подсложу как-то. Ну, вот-вот, примерно, закрылся. И после этого вы накрываете уже вот этим вот куском, куском самолета. Накрываете его вот так вот сверху. И кабина сюда совпадает и закрывается. Охренеть. Вот серьезно, просто охренеть. Я в шоке с того, насколько тут некоторые моменты продуманы и проработаны. Вы вдумайтесь в это. Голова превращается в маленького трансформера, который становится пилотом. Кстати, форма самолета мне нравится больше, чем форма обезьяны. Самолет выглядит действительно так фантастично и анимешно. Ну, в принципе, это логично, потому что трансформеры это аниме в первую очередь. Знаете, он выглядит как какой-то главный герой. То есть самолет из всяких скролл-шутеров старых консольных. Там с Nintendo и Super Nintendo. Там Gradius, G-Darius, вот наподобие таких. И, в общем-то, мне нравится, как он выглядит. Я бы даже, наверное, в таком виде его оставил, если бы мне было за что его повесить и куда. Подвесить, точнее, не повесить. Но, так или иначе, я все же его буду хранить в дисплее в виде робота, поэтому придется его разобрать обратно. Самолет собирался из обезьяны уже гораздо проще. То есть это было не так сложно, как собрать обезьяну из робота. Потому что здесь просто нужно было прижать руки-ноги, сложить их, выдвинуть крылья и кабину. Когда как обезьяну нужно было по-настоящему там переставлять, менять местами всякие элементы и прочее, 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 прочее. Такие дела. Сорян, ребят, я реально на эмоциях. Это очень классно. К сожалению, довольно много оружия здесь идет как DLC, то есть их можно отдельно докупить, я так полагаю, вот эти вот, которые показаны снизу. Смотрите. Ну, эти микромастера, батлмастерс, вот такие вот, вот эта штука особенно. Мне хотелось ее получить, но, к сожалению, в наборе ее нету. Также всякие другие пушки, снаряды и прочее, прочее. В общем-то, это докупается отдельно и можно всяких штук на него еще навешать. В любом случае, очень классный трансформер. Конечно, он мне понравился не больше. Ой, вот только сейчас заметил косяк. Смотрите. Логотип десептикона нарисован криво. Он смещен немного вот в эту сторону от этой стороны. Эх, ну как уж вы так. Такую простую вещь надо было сделать. Всего-навсего нанести рисунок посерединке из-за паролей. Эх. Ну ладно, не буду такое ругать, но имейте в виду, что такое есть. Пожалуй, к таким вот крупным, дорогим, достаточно коллекционным моделям, а это именно, что коллекционная модель, я думаю, все же стоит предъявлять претензии по поводу качества, что что-то криво нарисовано, что-то не так нанесено, что-то где-то не доделано, потому что это все-таки уже не самые дешевые игрушки, и спрос с них должен быть не как с игрушек. Надеюсь, вам интересно видео про трансформеров, потому что я-то этой штукой, в принципе, увлекся. Я пока плохо разбираюсь в лоре, я только начинаю с ним знакомиться. Мне много очень людей подсказывают. Отдельно некоторым людям большое спасибо за то, что подсказывают мне очень дельные вещи. И, в общем-то, я постараюсь в этом и дальше разбираться, если вам, конечно же, будет это интересно смотреть. Потому что если вам будет неинтересно смотреть, то мне незачем будет это дело снимать. Я смогу покупать их для себя, там, крутить в руках, ставить на полочку, но снимать не буду. Если же вам это нужно, интересно и хотите больше контента, то вы знаете, что нужно делать. Поддерживать комментариями, поддерживать лайками. Ну и на канал подписаться тоже не помешает. То есть подпишитесь, чтобы я знал, что, типа, вы, например, пришли с ролика о трансформерах, и что вам интересен именно он. Потому что там в аналитике на ютубе показывается это дело, кто откуда куда подписался. Так что можете под этим роликом подписаться, если вам трансформеры интересны, и их будет гораздо больше. Это у нас были трансформеры из первого поколения, из линейки Сидж. Вот такие вот из одной серии. В следующий же раз, наверное, на следующей неделе, если успею снять, то я покажу вот этого трансформера из студийной серии. Он больше киношный такой, больше игрушечный что ли. Вот лично мне он нравится только по внешнему виду. По своему оформлению он мне не нравится. То есть мне гораздо больше нравятся вот эти вот первого поколения, более анимешные. Когда как этот парень явно киношный, явно такой пафосный. Но, тем не менее, то, что это огромный тираннозавр-кран, меня зацепило. И именно поэтому я его взял. Так что ждите, обзорчик на него будет. На следующей неделе, наверное, постараюсь, или где-нибудь около того. Ну, а я же пока... Я же пока... Нет, я не же пока. Я же пока с вами буду прощаться. Лайки, комментарии, подписки, колокольчики, всякое такое. Вы смотрели канал Тойстер, и очередной обзор Трансформера. Шикарного, кстати сказать. Ну, не такого шикарного, как Оптимус, но шикарного. Еще увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok